Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Будем сегодня делать маникюр с покрытием и с дизайном. Предыдущий материал я уже спилила и так показываю это в каждом ролике. Форму опилила, указательный ноготь будем наращивать и так приступаем к маникюру. Буду делать сегодня комбинированный маникюр с мацерацией. Это моя постоянная клиентка и она предпочитает именно такое сочетание фрезы и инструментов. Выпиливаю алмазной фрезой пламя птеригий, работаю на 15 тысячах оборотов, а далее опускаю ручку в теплую воду. Долго не распариваю кожу, опускаю руку в воду. Прохожусь пушером возле кутикулы, а далее срезаю ножницами уже намеченную полосочку кожи. Далее, если нужно, дорабатываю боковые валики и синусы накожницами. Но если хорошо вычистить синусы пламенем, то этого делать не нужно. Следующим этапом обезжириваю ногти наилпрепом и прохожусь праймером. Буду работать сегодня камуфлирующими базами, одна из них Силлер про формула номер один. Вот такая вот нежно-персиковая база. Покрываю ногти этой базой в один выравнивающий слой. Продолжение следует... Переворачиваю руку, жду пока база растечется. Далее дорабатываю тонкой кистью, только очень быстро, потому что база может стечь на бока. Еще раз перед лампой можно перевернуть, чтобы наплывшие бока стеклись в центр и быстро отправить в лампу. Указательный ноготь наращиваю, предварительно перекрыла его тонким слоем жидкой базы, просто как грунтовочный слой. Подставила форму и теперь делаю подложку. Подложку делаю твердым материалом, у меня гель от торговой марки Атика. Выкладываю нужную нам форму и длину. Продолжение следует... Просушила в лампе, вытираю липкий слой и опиливаю форму. Продолжение следует... Теперь перекрываю этим же гелем уже весь ноготь. Создаю архитектуру. Этот гель имеет среднюю консистенцию, поэтому он хорошо выравнивается и можно выровнять так, чтобы потом вообще не опиливать. Легкими движениями кистью, не продавливая материал, распределяем его по всему ногтю. Поворачиваю палец боком, смотрю на архитектуру, вижу, что зона стресса немножечко провалена. Переворачиваю пальчик, жду пока гель растечется и далее работаю тонкой кистью. В целом работаем твердым материалом так же, как мы работаем густой базой для гель-лака. После 15 секунд в лампе зажимаем арку и наш широкий несуразный ноготь превращается в изящный. Отправляю дальше на просушку. Теперь перекрываю несколько ногтей красной камуфлирующей базой от торговой марки Йопош номер 43. Делаю это в два слоя. Первый слой у нас тонкий, просушивая в лампе, а второй уже будет выравнивающий. Этой базой перекрываю именно в два слоя, потому что первый слой съезжает от кутикулы и получается, что там такое вот пространство. А вот если перекрываю уже вторым слоем, то хорошо подъезжаю к кутикуле. Продолжение следует... Теперь на правом безымянном ногте рисуем конверт с сердечками. Каждую деталь рисунка просушиваю по чуть-чуть в лампе. Конверт рисовала белым гель-лаком, а вот обводку уже делаю черной гель-краской. Белый гель-лак у меня от торговой марки НУБ номер 48, а черная гель-краска Коди. Сердечки рисую красным гель-лаком. На второй руке клиентка попросила сделать паутинку. Вспомнила, что у меня в арсенале есть новая паутинка от торговой марки Милана и решила ее попробовать. И вот смотрите, что из этого получилось. Во-первых, уже на вид она не белая, явно какая-то молочная. Ну, думаю, попробую. Наношу на ноготь. Да, действительно, она не белая. Вытираем. И теперь взяла старую свою паутинку. Она вот как раз-таки ярко-белая, но у меня ничего не получилось, поэтому опять вытираю. Вот такая вот у меня паутинка от торговой марки НУБ. Посмотрите, какая она ярко-белая по сравнению с Миланом. Бросила я это гиблое дело с паутинкой на безымянном и приступила к среднему ногтю. Теперь пробую технику работы паутинкой дотсом. Ну, уже немножко лучше, но все равно возле кутикулы, видите, остается свободное пространство. Хотела опять вытирать, но клиентка меня уговорила, что все и так прекрасно. Там мы сделаем сердечки, все будет хорошо. Теперь опять возвращаюсь к безымянному ногтю. И уже получилось у меня хорошо. Перед тем, как отправить в лампу, вытираю палец и просушиваю. Продолжаю рисовать сердечки. Большие сердечки нарисовала кистью, а вот маленькие можно уже сделать дотсом. Это намного проще и быстрее. Украшаю паутинку еще точечками и отправляю опять в лампу. Тем временем обвожу сердечки, хотя можно было оставить и без обводки. В общем, заморочилась я с этими сердечками. По-моему, просто красные без всякой обводки были лучше. Последним этапом перекрываю все глянцевым топом. Вот такой вот маникюр ко дню влюбленных у нас сегодня получился. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем желаю хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok